Синя! 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 Аккуратно, пожалуйста! Все, все, все! Скорость здесь решает многое, но далеко не все. Главное – правильность прохождения этапов полосы препятствий, ведь каждая ошибка карается штрафными баллами. Один недочет на трассе – 10 секунд к результату команды на финише. Первыми на старт вышли ученики сентябрьской школы. Для них и здесь знакома буквально каждая кочка. Учебное заведение уже по традиции принимает у себя районные соревнования школы безопасности. Что касается испытаний на полосе препятствий, то их 13. На этапе «Гать» надо проявить сноровку. Каждое касание земли карается штрафом. Круто наклонный же спуск захватывает дух. Ученики прошли дистанцию за 27 минут. В прошлом году команде потребовалось 24 минуты. Подобную разницу по времени можно объяснить тем, что организаторы усложнили испытания на трассе. Не успели ребята перевести дух после полосы препятствий, а их уже ждут на следующем этапе. Вот эта восьмерочка, вот смотрите, вот он маленький нюанс. Вот веревочки не должны пересекаться. Вот видите тот крестик? Мы должны поменять веревочки так, чтобы вот этого крестика не было. Вот она восьмерка как выглядит. Пять секунд и дело сделано. Узел готов. Ребятам дали немного больше времени – полминуты. Вначале для начальных, кто вяжет, то сложный только булинь и встречный. И все, остальные нормальные. Пока ребята проходят испытания, на костре им готовят обед. На этот раз в меню наваристая уха. К слову, что касается проживания в полевых условиях, то в палатках ребятам должно быть комфортно. Всегда можно затопить печь. Я уже третий год пытаюсь сюда попасть. То я в отпуске, то я не успеваю, то еще что-то. И в этот раз я тоже не успевала, но сказала «стоп». И я хочу, это мои последние соревнования уже для моего возраста. Лучшими в школе безопасности стали ребята из Сентябрьского. Победители представят Нефтьюганский район на окружном этапе конкурса. Елизавета Кутовская, телерадиокомпания «Юград». При поддержке телекомпании «Седьмой канал».